меня зовут алексей я учусь музыки уже несколько лет я люблю играть для людей насколько я себе помню я почти ничего не слышу я бы очень хотел слышать этот мир как я и как все мы но все что слышит алексей это у алексей есть шанс услышать наш мир и музыку которую он играет для нас вы можете помочь ему это стоит всего лишь чашки кофе сделайте пожертвование на сайте рудаков слышит . rf для вас это пара минут а для алексея новая жизнь сегодня в нашей передаче мы расскажем вам про девочку удивительную маленькую девочку нину синдромом дауна таких детей еще часто называют солнечными потому что они открыты просты и доверчивы иногда конечно могут быть и тучками и громом и молнией но все-таки солнца в них больше эти дети дают нам очень много тепла и любви главная особенность воспитания детей синдромом дауна в том что им нужно несколько раз повторять одну и ту же информацию они не могут понять все и сразу как обычные дети но если через определенную последовательность научить их делать что-то хорошо они будут делать это хорошо всегда мне зовут александра перепичка я многодетная мама мне трое детей старую старшему 19 13 и менее дочке сейчас 6 лет не на родилась в тринадцатом году и ее синдром был для меня при рождении сюрпризом прошло месяцев 11 и девочка вот не на моя она в принципе развивалась как обычный ребенок то есть все моменты развития были по возрасту шли но к ближе к году я поняла что уже нужно заниматься ее конкретно и во всех направлениях я в принципе убедилась что это достаточно полноценный ребенок да но со своими моментами и не такими быстрыми как у обычных детей развития вот и начала заниматься и и самостоятельно и включая всевозможные школы развития выходили и ходим с ней в монтаж ссори школу 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 кенгуру в мягкую школу мы ходили занимались были какие-то небольшие моменты реабилитации рисунком начали заниматься в монтаж ссори школа первоначально мы работали с занятиями которые связаны с сенсорным аппаратом на слух зрения тактильные вещи то есть это не просто игрушки погремушки а какие-то элементы занятия которые связаны с вкладышами соотнести предмет пощупать много разных фактур звуков дети дети в процессе занятия они не просто хаотично выбирают что-то еще и наблюдают за другими детьми смотрят как выполняют более старшие или младшие детки и интерес у них познавательный проявляется еще больше ребенок повторяется другим они работают и с песком и с гречи пересыпают также есть там свободное время где дети рисуют манте-ссори есть десятиминутные перерывы где детки поют и играет музыкальные инструменты еще несколько лет назад считалось что дети синдромом дауна это обуза для родителей и нагрузка для общества их изолировали специальные интернаты где развитие детей практически останавливалась сегодня положение таких детей начинает меняться если родителям с первых месяцев начинают заниматься развитием ребенка с использованием специально развивающих программ то это позволяет маленькому человеку превратиться в полноценную личность принципе она очень активный ребенок активный физически и познавательно я в ней сейчас вижу то что уже заложенная мною она это переварила и интерпретирует на свою деятельность во первых она не капризный с роду ребенок вообще она не требует не оттягивает на себя внимание заметьте те что она не дергает меня то есть она может себя вести в общественных местах очень прилично крайне прилично как взрослый человек и просто вот может и посидеть и пописать и порисовать то есть она себя займет и найдет везде скучно ей никогда не бывает физически ее активность проявляется в лазанье по заборам по гаражам я грунина я тебе разрешаю можешь но если ты физически сможешь залезть значит тебе это можно но конечно я всегда на коротком старте чтобы ее поддержать в домашних делах они на самое главное мамина помощница она с большим воодушевлением относится ко всему что ее попросят сделать родители считают что любые домашние дела положительно влияют на развитие воспитания и дисциплину ребенка насколько понимаю что только в комплексе дается больший скачок развитие ребенка своими занятиями и приходами логопеда я не могу дать больше поэтому мы обратились за помощью для реабилитации где в медицинском центре и окажут уже медицинское сопровождение не только психолого педагогическое но и медицинское вот чего я непосредственно как мама не могу дать в реабилитацию входят мероприятия начиная от психолога занятия психологом занятия с логопедом нейропсихологом ванны массаж идет нейростимуляция мозга идет это аппаратная стимуляция еще там идет посещение специалиста офтальмолога для него это очень важно стоимость такой реабилитации составляет 87 тысяч длится она будет в примерно месяц я думаю что если у нее будет речь она будет очень интересным человеком я даже сейчас какие-то моменты чувствую что я поражаюсь тем и даже как минимум сообразительностью и своим появлением на свет аниночка привнесла другое понимание жизни в своей семье другую как говорит мама вариативность смелость и самое главное что она научила свою семью радоваться простым вещам разрушила их амбиции и воздушные замки остановила их бесконечную беготню за лучшей жизнью и показала что счастлив тот кто живет сегодняшним днем и кто ценит то что имеет помочь ниночке продолжить и дальше свое развитие мы можем просто отправив смс на короткий номер 3443 с текстом ssp2 пробел и указать любую сумму например 100 кроме того вы можете совершить перевод банковской карты через наш сайт 3w ekb милосердия точка ру если у вас остались вопросы или вы сами хотите обратиться к нам за помощью звоните по телефону 8 343 200 ровно 0704 диспетчер православной службы милосердия ответит на все ваши вопросы меня зовут алексей я учусь музыке уже несколько лет я люблю играть для людей насколько я себе помню я почти ничего не слышу я бы очень хотел слышать этот мир как я и как все мы но все что слышит алексей это алексей есть шанс услышать наш мир и музыку которую играет для нас вы можете помочь ему это стоит всего лишь чашки кофе сделайте пожертвование на сайте рудаков слышит . рф для вас это пара минут а для алексея новая жизнь алексей